Есть смысл? Как нельзя строить? Нервы не лопнут у заказчика. Полный ужас. Здравствуйте, дорогие друзья! С вами я, Мороз Алексей, компания Кровмонтаж. Залез я на кровлю, на леса. Здесь производит монтаж кровли строительная компания. Меня вызвал заказчик, владелец этого дома. У него появились некоторые сомнения, опасения. Почему? Потому что невооруженным глазом видно с улицы, как карнизные и фронтонные свесы немножко наклонены вниз. Здесь цементно-песчаная черепица, материал тяжелый, 50 кг в квадратный метр, плюс еще объемная черепица боковая. Фронтонные свесы видно, как дугообразно наклонены вниз. Вот отсюда я вот смотрю... Камеру я ставлю на уровень крыши. Видите, как карнизный свес края? Там все клюнули вниз, буквально на 3 сантиметра. И это только начало. Дом свежий, буквально кровельные работы только закончили. Это явное нарушение, так не должно быть. Сейчас будем с этим разбираться. Холодный чердак. Здесь очень хорошо конструкцию видно. Такая спорная ситуация. Заказчик считает, это только начало, дом новый. Что же будет дальше? Его опасения понять можно. Как всегда, начался спор между заказчиком и исполнителем, что есть проект, есть расчет. Данная конструкция это выдержит, это нормально. На что заказчик говорит, почему тогда кровля искривилась, накренилась вниз. Отвечает, ну мы сейчас это подровняем обрешеткой и так далее. Проектировщик валит на строителей, что строители неправильно что-то там построили. Строители говорят, да нет, вот же есть проект, мы делали все по проекту. Итог один, у заказчика как была и остается эта проблема. Наша задача дать совет, как выйти с этой ситуации, что посоветовать заказчику. Достаточно ли те меры, которые предлагает подрядчик. Но вот сейчас будем это решать. Конечно, всегда лучше обходиться без нервотрепок и судов. И решать все такие спорные ситуации в досудебном порядке. И оставаться нужно в хороших отношениях. Хорошо, что эта фирма это понимает, по крайней мере. И пытается как-то выйти с создавшейся ситуации. Смотрите, получается вынос почти метр. Черепица сама тяжелая. 50 кг на квадратный метр. И плюс отдельно висит еще боковая черепица. Подшито все кедралом. Это асбесно-цементный сайдинг. Приличный вес на фронтонном свесе. Теперь давайте посмотрим, как устроен карнизный свес. Весь вот этот вес черепицы и асбесно-цементного сайдинга висит вот на таких балочках, по сути. Это 45 на 100 строганая доска. Она выходит буквально на метр по фронтонному свесу. И расстояние между этими досками, ну где-то приблизительно 900 миллиметров. И получается весь этот широкий короб висит на вот этих досках. Но это маловато. Проектировщик говорит, программа выдала, что этого решения в принципе достаточно. Я не буду утверждать, что может как-то фронтонный свес сломаться вообще, рухнуть вниз. Нет, она выдержит. Но визуально мы видим, что проблема есть, которую нужно решать. Здесь есть 2 сантиметра расстояния, 2,5. Это уже предпринимание строителей усилия. Лебедкой тянули балку эту вниз. Для того, чтобы фронтонный свес немножко вытянуть. Но этого эффекта они не добились. Какое решение может быть? Я предлагаю продублировать эту балку, усилить. Делать спаренную, это раз. Ну и выровнять уже обрешеткой, клиниями. Как есть скат кровли выровнять. Просто подстраховаться. Ситуация такова, что подрядчик говорит, я все выровняю, разберу, сниму черепицу, я выровняю все обрешеткой. То есть наверняка подобьет какие-то клинии, выровняет обрешеткой и вернет черепицу. Фактически он заказчику скажет, ну крыша ровная, все, работа закончена. А страхи заказчика не исчезнут. Снег будет, зима, вес кровли еще будет больше. Ну как-то усугубится. Меня пригласили на диагностику в состоянии общих дел строительных на этом объекте. Деревенский дом старой постройки, не знаю там какого года. Новые владельцы решили значительно увеличить площадь своего домовладения за счет большой пристройки. На монолитном фундаменте из газоблока. Туда входит и гараж, и помещение первого этажа. Второй этаж собрали каркасного типа с холодным чердаком. Пойдемте посмотрим, как там обстоят дела. Пахнет деревом хорошо. А вот старая печь. Кстати, она теплая, ее что, топили, да? Ведутся какие работы? Да, стены остаются так и так. Единственное, здесь будет они заново проконопаченные и закрыты декоративным канатиком. Строение каркасного типа. Утеплены стены по фасаду. Утеплены перекрытия. Поднимемся и на холодный чердак. На что я сразу обратил внимание. Здесь целая куча ошибок, как нельзя строить. Даже не знаю, с чего начать. В качестве балок перекрытия здесь используется доска 50 на 200, спаренная. Когда хожу по этим балкам, здесь они танцуют очень сильно и прыгают. Здесь обязательно нужно сделать перемычки в каждом межбалочном пролете, чтобы распределить нагрузку. Далее, подпорные балки имеют двойное назначение, как перегородка и подпорка для перекрытий. В этом месте нужно было забить доску, которая распределяла нагрузку. И уже на эту доску монтировать подпорки. Это было намного лучше. А так сейчас каждая балка живет по отдельности. Толщина каркаса 150 и утепление 150. Для нашего региона утепление 150 маловато. Заказчик будет мерзнуть зимой. Сразу мне бросилось в глаза, что утеплять нужно это в разбежку, чтобы каждый последующий слой прикрывал нахлёст. А здесь утеплители ставили все, как высота метровая, и все на одном уровне по периметру дома. Технология утепления нарушена. Укосина здесь выполнена из доски, из тёса 25 на 100. Запилы есть, но что любопытно, укосина стоит в нарушении всех нормативов. Она должна находиться по-другому. От верха угла и к обвязке располагаться. Так строить каркас нельзя. Я теперь не знаю, как сейчас все углы проверять будем, что ли. Есть смысл? Я считаю, что если было обнаружено хотя бы одно такое место с таким нарушением, то в каркасном доме, который утеплен, это уже, так сказать, не вызывает доверия ко всему остальному утеплению. Да, да, да. И заниматься дорогостоящей внутренней отделкой в таком каркасе... Здесь всё, уже полный ужас. Мы ещё не всё посмотрели, только поднялись на второй этаж. И есть места, где должна опираться балка перекрытия на маурлату. Здесь щели буквально с палец. И так здесь каждая перегородка на щиту, чтобы распределить нагрузку. А здесь такие вещи. На этой капитальной стене установили эту доску в качестве маурлату. Но она вся на этих бабышках, на клинях. Сейчас уже всё рассохлось. И вот эти балки перекрытия вот пляшут. Я уверен, полы, когда сделают, всё это будет скрипеть, полы будут танцевать, посуда на столах дребезжать. Ну, со всеми атрибутами. И вызывает у меня ещё вопрос. Ладно, здесь прогон, который устраивали для того, чтобы она являлась и перегородкой, и также распределяла нагрузку перекрытия второго этажа. Но мне непонятно, для чего вот здесь поставили эту доску на ребро. Ну, наверное, чтобы усилить, чтобы что. А как сейчас быть, если здесь отделка будет комнаты? Для двери здесь что, выпиливать эту доску? Какой смысл тогда она несёт? Почему её не положить было бы? Мне непонятно. Вот этот утеплитель, это всё сделали птицы. Произоляция настолько низшего качества, самый такой эконом-сегмент, что они делали дырок по всему периметру дома. Прилетают сюда до сих пор, таскают утеплитель. Я не знаю, строят там гнёзда, что-то ещё. А вот, кстати, граница старой кровли, деревенского дома, которая здесь была. Но эта труба утонула в новой постройке. Теперь это нужно учитывать. Вот это исправление ошибок. Здесь мастеров уже приглашали, как бы. Для чего? Сейчас покажу. Спаренная балка перекрытий уже немножко рассохлась. Утеплителя в этой области нет. Естественно, им указали на эти ошибки, что нужно как бы утеплить. И принято было решение вот таким пенофолом и скобками... А как быть? Вот смотрите, видите, скобками. Скобками пристреляли ли это место? Ну, вот рука пролазит. Ладно бы, я понимаю, ещё как-то балку можно было вернуть, тщательно это застеплерить. Но это вообще тяп-ляп. Приехали и показались, сделали исправление ошибок. По стропильной системе тоже полно нареканий. Смотрите, вот это коньковый прогон, так называемый. В качестве прогона использовалась доска 50 на 150. Ужас. Гидролизационная мембрана неизвестного производителя. Обратите внимание, это качество утепления. Здесь 150 утепления. Всё видно, что маты не зарезаны, а вот просто их впихали, вдавливали целиком. Вот утеплитель смят. И смотрим дальше, видите, все маты смяты, щели между утеплителем. Он лежит не в распор. Вообще, моё мнение, когда люди получили уже деньги, на них нет реального рычага воздействия, вот так и будет продолжаться, пока вот нервы не лопнут у заказчика. На крыше я был, но кровля, металлочерепица, более сносно сделана, обрешётка там выполнена нормально. Ну, есть там огрехи, но по сравнению со всем остальным, ну, кровля ещё на четвёрочку сделана. Но по утеплению, каркасу полный ужас. Я вам показал все основные ошибки, которые я здесь увидел, заглянул в основные узлы. Про мелкие я уже молчу со всем. Что бывает при таком строительстве без инженерного контроля, вообще на доверие, я бы сказал. Доверяй, но проверяй. Поэтому мой вам совет, приглашайте специалистов для контроля ваших строителей на разных этапах, а не просто в конце. Иначе в конце вы будете иметь такой вид и испорченные нервы. А уж тем более, когда вы полностью рассчитались со своими строителями, даже если они с вами на связи, капитально они всё равно переделывать ничего не будут. А будут доказывать, что так и нужно. На этом всё. С вами был Марус Алексей, компания Кровмонтаж. Пока.